Мы сегодня, друзья мои, собрались в Храм Божий, в Будень, на молитву в память священномучника Харлампия. Он нас купил, потому что когда его убивали, то он молился перед смертью и просил громким голосом, просил во всеуслышание Христа, за которого мучился, чтобы Христос дал ему такую благодать, чтобы там, где поминают Харлампия и служат в его чести, там, где будут его мощи лежать, чтобы там не было ничего того, от чего страдают люди. Например, губительные поветрия, всякие там, какая-нибудь чума, эпидемии, мор скота, бесплодие земли, буря, ураганы, землетрясения. Ну, короче, все то, что, в общем-то, трясет человека, и человек же очень слабое существо, его можно, так сказать, обнулить в одну секунду, если Бог захочет. Разными способами. И он просил Бога, чтобы Господь дал такую вот милость, чтобы там, где будут его помнить, чтобы там не было беды, чтобы там скотина не дохла, земля не тряслась, реки не разливались, дожди не смывали, все на свете, вот, и люди не погибали от различных болезней и прочего-прочего. Поэтому Господь ему ответил, там, как житие пишет, значит, такое, как ты просишь, так и будет, страдальче мой, там, воин мой, все, что ты просишь, тебе сделаю. Он ничего себе не просил и выпросил у Бога такую милость. Поэтому он, собственно, купил нас своей любовью. Потому что человеку, ему было интересно, чтобы было людям хорошо, чтобы он, проливший кровь, как бы помнился людьми за Господь. Он был очень старый человек уже, значит, с него такими какими-то крючками, типа грабель, типа как граблями железными, содрали кожу с живота, с груди, со спины, с рук, с ног, как бы сдерли с него всю кожу. А потом привязали ему бороду к палке, и эту палку, за этой палку тащили его по земле, там, еще куда-то там, значит, на очередное место мучений. Короче, истерзали его до беспощадности всякой. Вот, но он просил Господа Бога, чтобы было хорошо нам, которые помнят его. И как-то оно, знаете, соблазнительно очень. То есть в этом нет ничего плохого, когда ты приходишь к Богу за исцелениями, за благословениями, за помощью, в сдаче экзаменов, в замужестве, в женитьбе, в рождении детей, в зачатии детей, в покупке квартиры, в ремонте квартиры, в поездке в командировку, в поездке в отпуск, в возвращении благополучном. То есть у нас есть миллион разных нужд, и в этом нет ничего плохого, если мы приходим к Богу именно с этими нуждами и просим его. Вот сегодня нас Харлампий купил своей любовью, и я надеюсь, что, как он сказал, так и будет, что у нас мимо пройдут всякие эпидемии, всякие моры. Сейчас там еще говорят, что он прославился еще как исцеляющий души человеческие от такой беды, как депрессия. Вот это вот унынь, тяжкое уныние. Потому что люди чем лучше живут, тем больше мучаются от бессмыслицы. И депрессия, это умное такое слово, на самом деле это такой тяжелейший грех, это страсть уныния, это то, что мучит гордого человека. Потому что вечно печален тот, кто думает только о себе. Знаете, запомните такую хорошую фразу, кто-то святой сказал, вечно печален тот, кто думает только о себе. Кто думает о каком-то другом, тот бывает энергичен, весел, бодр, а тот, кто зациклен сам на себе, тот вечно как ослик Ио, ходит и грустит, ищет свой потерянный хвост. Современный мир – это мир самолюбивый, мир очень такой зацикленный на себе, каждый носится с собой, как курица с яйцом, и, соответственно, мы очень страдаем от того, что мы унываем, мы сами себе не нравимся, мы недовольны жизнью своей, мы, 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 еще всякое такое. И мы мучаемся от этих духовных страданий таких. Вот Харлампий помогает сегодня уже и в этих новых бедах, которых раньше так сильно не было. Раньше люди не страдали от этого всего. Так что, кстати, он посещал наши места, святой Харлампий, потому что тут недалеко у нас есть Павлов Посад, такой есть городок в Подмосковье такой, значит, там есть ткацкие фабрики, там такие павловские платки, там издревле, значит, такие ткали. И там был такой праведный человек, такой Василий Грязнов, праведный мирянин. Он был, значит, фабричным рабочим и грешил, как все фабричные рабочие. Пьянствовал, с девками гулял, дрался, значит, такое. Ну, как вот эти крестьянские люди, которые приезжали в города, там эти на заводы, это, конечно, были гнездилища всех пороков. Когда человека отнимают от земли, как бы, и он попадает в эти все эти бараки, казармы, эти все там, в эти фабричные цеха, то они, конечно, там развращались очень быстро. И он очень как-то грязно жил. А потом на его глазах один человек, один из рабочих, там что-то вроде, то ли он Матери Божией похулил, то ли что-то такое сделал нехорошее в отношении священного какого-то изображения. В общем, он умер внезапно, прям вот что-то такое сделал, гадкое такое, прям тут же и сдох, и спустил дух. И это так его испугало, что он всю жизнь свою поменял. И он начал читать святые книжки, начал поститься строго, назвал себя Грязнов. Это было в 19 веке, это было недавно совсем. Поскольку он говорит, я грязно жил, то вот пусть называют меня Грязнов. И он, значит, начал такую, значит, духовную такую жизнь вести. И обращал он потом, значит, в православие раскольников, потому что там очень много было старообрядцев, разных толков. Они его зауважали, потому что он был такой постник, такой подвижник. Они его приходили слушать, и он их обращал массово в православную веру. И ему явился Харлампий, Харалампий. И говорит ему, давай, давай, трудись, Богу приятно. То, что ты делаешь, это Богу угодно. Этот Василий. Он почил довольно молодым, там 40 с небольшим ему было. Мощи его лежат там в этом Павловом посаде. И вот Харлампий, оказывается, однажды был здесь у нас на Подмосковье. Ну и последнее, значит, что мы же читаем Писание каждый раз, а Писание – это вообще счастье великое, это просто небесная манна. Я хочу прочитать, что не очень длинное зачало было, из 2-го послания Петра. Там говорится о том, в основном, в целом, Петр говорит нас, предупреждает нас против разных лжеучителей и всяких таких соблазнительных проповедников, которые, как он пишет, видите, ну вот некоторые вещи надо просто прочесть, чтобы себе унесет их с собой в голове. «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Наипачи тех, которые идут в склет скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших». То есть Петр перечисляет здесь такие какие-то яркие качества, злодеев, которые лидеры, лидеры злодейства. Значит, они развратны, они не боятся идти вслед скверных похотей плоти, презирают начальство. Это у нас прямо сейчас и первое, и второе, как бы это просто кругом. Блуд, разврат, как бы и наглость. Презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают. И в растлении своем истребятся. То есть в это время уже, в период апостольской проповеди, появились так называемые гностики. Были гностические секты. Эти гностики, они учили, что есть два Бога. Что есть Бог добрый, который Христа в мир послал. Есть Бог злой, который командует материей. Что материя с Богом не имеет ничего общего. Они так считали. Отсюда рождалась такая интересная, философская такая, вывод такой. Говорит, можно унижать плоть любыми грехами. Вообще все, что делает плоть, как бы это не важно. Делай, что хочешь, потому что плоть – это гниль, прах, тлен, она истребится, исчезнет. Как бы вообще все, что делает тело, это не важно. И отсюда они как бы так еще полшага сделали и пришли к оправданию всякого разврата. И начали упражняться в этом разврате. Даже были такие фокусники, которые говорили, что чем больше ты развратничаешь, тем быстрее твоя душа, живущая в теле, измучается жить вот в этой вот блудящей плоти, и она захочет Бога, и ты быстрее поверишь. То есть у них такие были сложные, какие-то философские построения, которые ходили вокруг да около одного и того же. То есть блуди как можно больше, блуди по-всякому, блуди со всеми, разворачивай как хочешь, то есть сделай все, что тебе хочется, чтобы потом не жалеть, как даже некоторые говорили так, что когда будет душа уходить из тела, то душа будет жалеть, что каких-то удовольствий она еще не испытала. То есть это были проповедники, это были мужики, которые ходили, там бородатые, философы такие, в длинных одежах ходили, там рассказывали, как вот мы читали в ближайшее воскресенье, входили в дома к женщинам, как пишет Павел, там уловляют женщин, утопающих в грехах, значит там и рассказывают всякие там небылицы, как бы эти потом толпами за ними ходили, так и было. Ходил какой-то важный муж, например, а за ним какая-то толпа баб каких-то, значит, истеричных, ходили, значит, какие-то пророчицы такие, значит, вот, они там это все вытворяли такое, значит, да, такое было, это не было такое, что у нас сейчас по-другому все, а раньше так было. Вот Петр как бы о них пишет, что они получат возмездие беззакония, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники, осквернители, наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами, ну тут такое целое, все это все посвящено вот этим всем, глаза у них исполнены, любострастия и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. То есть это такие духовные проповедники, которые, как бы, значит, обещают человеку некое знание, говорят, я тебе дам знание, гнозис, то есть ты будешь знать, как я, то есть как вот эти Адам и Ева, там, хотели узнать, там, добро и зло, чтобы стать как боги, говорят, я тебе сейчас расскажу, иди за мной, я тебе буду рассказывать, ты слушайся меня, и ты будешь знать, там, будешь знать, там, небо и землю, там, и тайны мира, там, и все такое. Это было очень распространено, это было где-то примерно 2-3 столетия церковь боролась с этими гностиками, да, их было довольно, они были самые разные, там, были манихеи, допустим, там, были какие-то там, их там язык сломишь, там, назвать их всех. Блаженный Августин очень долго боролся с ними, сначала был у них, потом боролся с ними. Вот Петр об этом пишет. У него прям, не знаю, не хватает ему слов даже, чтобы, то есть он, это безводные источники, облака им глыганимой бурью, им приготовлен мрак вечной тьмы. А вот тут я сейчас прочитаю некоторые вещи, которые нужно будет нам запомнить. Они произносят надутое пустословие и уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления». Смотрите, слово «свобода» – это сладкое слово, правда? У нас очень много в мире происходит событий, которые под маркой «свободы» происходят. Борьба за свободу, свобода печати, свобода собраний, свобода прав, свобода этого, свобода этого. Слово «свобода» – одно из самых эксплуатируемых слов. Вот апостол Петр, когда еще это было, он говорит нам, «Обещают свободу, а сами являются рабами тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть вот все революции, все бунты, все мятежи, все беснования, тайные и явные, они все происходят под маркой свободы. Мы хотим свободу. Это было раньше в нашей истории, это происходит сейчас в нашей истории, это будет завтра происходить в нашей истории. Мы хотим свободу. Соплики эти, эти молокососы, которые еще в жизни пальцем о палец не успели ударить, свободу им хочется, кому-то еще какую-то свободу, половой, сексуальной, политической, информационной, всем хочется свободы. Вот об этом очень красиво сказано. И кто-то, находятся какие-то вожди, которые ведут нас за собой, типа, «Идемте, я вам дам свободу». Ну, как Ленин рабочий в 17-м году на финляндском вокзале. То есть, «Пойдем за мной, я дам вам свободу». Что они дают? Они концлагеря новые строят. Они всегда нам обещают свободу, а строят новые концлагеря. Вот апостол Петр давно еще сказал, что обещают свободу, а сами они рабы тления. Действительно, что ты можешь обещать кому-то, если ты сам, как бы, грешный человек и могила тебя съест? Вот она уже рот раскрыла, как бы, она уже готовится тебя сожрать. Что ты можешь кому-то обещать? Что ты можешь кому-то дать, если ты сам раб тления? Обещают свободу, да. И говорит, «Кто кем побежден, тот тому и раб». То есть, кого какая страсть поработила, тот уже находится в рабстве. Как нам про свободу, кстати, в Евангелии тоже очень много говорится. Говорит Господь нам, что если сын вас освободит, то воистину свободны будете. То есть, раб не пребывает в дому Божьем вовеки, а сын пребывает вовеки. Если сын вас освободит, то будете свободны воистину. Кто кем побежден, тот тому и раб. То есть, нельзя, будучи рабом страстей, рабом различных грехов, быть сыном Божиим. То есть, нельзя усыновиться Господу, находясь в рабстве различных грехов. Нельзя. Здесь, как бы, самый главный корень, как бы, это вообще от твоего отношения к грехам. То есть, ты хочешь от них освободиться, хочешь иметь свободу духовную от греха, как и Павел пишет, где Дух Божий, там свобода. Значит, Дух Святой приносит человеку освобождение от всяких страстей, от плена разных там заблуждений и прочего, прочего. Об этом пишет и Петр. А то, что нам обещают, политические свободы, такие и сякие свободы, это обман. Это обман древний. Просто даже удивительно, почему люди покупаются на одно и то же с перерывом в 50, 60 или 70 лет. Дальше вообще очень интересно. Это всем нам уже, друзья мои. Это уже не еретикам, не гностикам, не манихеям. Значит, это нам. Если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются люди в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случаются поверные пословицы, пёс возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Эта же мысль есть и у апостола Павла тоже. Он пишет так, что земля, многократно пившая дождь небесный, но произрастившая из себя не что-нибудь доброе, а какие-то волчцы и тернии, какие-то колючки, она близка к проклятию. Значит, имеется в виду, если вы узнали Господа, а потом отвернулись от Господа и пошли непонятно куда, то лучше бы вам не познать Господа. Лучше бы вам его не знать. Иногда бывает так страшно тянуть за собой человека, брать на себя ответственность, когда ты приводишь кого-то к Богу. Потому что ты не знаешь, насколько он глубок, этот человек. Помните в этой притче про сеятеля, там же, значит, есть каменистая почва, он быстро принимает, но дальше у него корня нету. Он порадовался с тобой полгодика, а потом он обломался и уже больше с тобой не ходит, потому что у него мелкое сердце, он не может. Там птица поклевала, там терния задавила, значит, там камень мешает, значит, такой. И ты как бы тащишь человека за собой и не знаешь, что... А он узнал Господа, обрадовался о Христе, повеселился полгодика, а потом, а, все, я устал, надоело, короче, и ушел. И лучше бы ему не узнать. Лучше ему не узнать. Если узнал Бога, то узнай навсегда и уже оставайся. Такое, тоже такая страшная вещь такая. Нам же хочется, чтобы все пришли к Богу, правда? И мы переживаем, что... А вот этот неверующий, а вот этот такой маловерующий, а этот такой, значит, немалящийся такой. Как бы мы их всех хотим привести, как бы, а они все разные. И лучше, может быть, кому-то пока не приходить, потому что придет, а потом уйдет. А это будет хуже. Если уже пришел, то пусть пришел и оставайся. Но нужно иметь глубокую душу. Глубокую душу очищенного всякого мусора. Потому что иначе просто семечка, Слова Божьего, погибает в этой глубине. Вот сегодня это то, что нас касается. Значит, познали – оставайтесь. Потому что те, кто познали и отступили, лучше бы им Бога не знать. Пришел – не уходи. Пришел – оставайся. Это самая важная вещь. Потому что у нас такая бродила во пустынь такой. Люди приходят и уходят такие. Это всем известно. Потому что тяжело оставаться с Христом постоянно. Тяжело. Оно надо. Потому что иначе горе. Горе – человек, который познал и отвратился. Он же сам говорит нам, Спаситель, что если дом чистый, пустой, но не занятый, берет с собой семь злейших, и потом второе бывает хуже первого. Это то, что мы читали сегодня на богослужении из второго соборного послания апостола Петра. О всяких еретиках, ну и о тех, которые узнали и отвратились. А закончим тем, чем начали. Сегодня мы празднуем память мученика Харлампия, священномученика, и вы его поминаете сегодня, этого Харлампия, этого святого. Потому что он нам обещал, и Христос ему склятво и сказал, что так и будет, как он просил, что тот, кто любит Харлампию и почитает его страдания, вот мы сегодня служим в день его памяти, что мимо отойдет, пройдет возле него всякий мор, всякий голод, всякая беда, всякая напасть. Значит, все то, что он приходит к согрешившим людям в виде наказания, все это пройдет мимо от нас, потому что мы исполнили сегодня то, что Харлампий сказал, когда с него сдирали кожу, и когда он отдавал душу в руки Христа Спасителя.